ЗОНЫ ЗЛОТОВЛАСКИ А еще умиляет вот эта температура минус 314 по Цельсию, хотя на свете нет температур ниже 273, еще бы минус 1000 нарисовали. Раз в сутки наша станция на Гавайях будет передавать сигнал на орбитальный спутник дальней космической связи Lancet 7, который усилит его и перенаправит в сторону намеченной нами планеты. Нет, ну точно мексиканские гастарбайтеры сочиняли. Спутник Lancet 7 всего лишь летающий фотоаппарат. Какое там транслирование в глубины космоса? И как можно утверждать, что спутники способны усиливать сигналы, если у них едва хватает энергии для собственного функционирования? Тоже мне усилитель нашли. Сигнал в глубины космоса выглядит как атака звезды смерти на Альдераан. Китаянка уселась в машину, не заморачиваясь на открытие и закрытие водительской дверцы, просочившись прямо сквозь нее. Таймер показывает 12 минут 13 секунд. В следующем кадре перескакивает на 40 секунд назад. Обычно при ударе тазером человек лежит как бревно, но Алекс настолько крут, что способен ползать на четвереньках и трогательно вручать Саманте Бурита. Да, и почему с ней ничего не случилось, когда она потрогала его руку? Разве ее не должно было шандарахнуть? На спине следы от одного выстрела из тазера, хотя героя долбанули дважды. Вратарь на месте, он снова спас ворота, какая реакция, потрясающий, молодец! Мы проигрываем, наш вратарь лучший, какая реакция, уже два мяча пропустил. Кровь под носом Алекса начисто пропадает, когда он поднимается на ноги, после чего его лицо густо покрывается каплями воды и сразу же полностью высыхает. О, так наш охотник Забурита теперь командующий офицер военного флота? А ничего, что после взлома его бы даже в матросы не приняли. У тебя отсутствует воля, характер, навыки руководителя и умение принимать решения. Ну все, логика окончательно застрелилась. Мало того, что Алекс на флоте с судимостью, так он еще и в командирах с набором качеств, диаметрально противоположных для командира. Как герой вернулся на свой корабль с Сэмпсона? На той же вертушке, что прилетел? Американские офицеры используют вертолеты как бесплатное такси, чтобы шататься между кораблями ради двухминутных разговоров? Это что, карта с указанием расположения планет Солнечной системы? Мало того, что масштаб на ней послан в пешее эротическое. Пришельцы что, за несколько секунд пролетели расстояние от Юпитера до Земли? На это даже свету требуется чуть ли не час. И если скорость у объектов на карте такая, что они должны были врезаться в Землю секунд через 20? Когда на грейде успел поднять на ноги наса? Когда военные чины успели собраться на совещание? Когда оповестили авиацию? Эти корабли что, застывали на месте на пару часов, дожидаясь пока все будут в сборе? Физика продолжает доставлять. Показывать, как гигантский корабль развалился пополам от столкновения со спутником? Все равно, что показать, как автомобиль порвало пополам от столкновения с кошкой. Они уловили мой сигнал и идут строго ко мне. Мы видим, как два объекта откололись от общей группы. Да они не откололись. Это один из объектов разваливается. Очередная богоподобная марионетка сценариста, все предположения о которой сбываются прямо на глазах. Что не ляпнет все в точку. Нормально садиться на планеты пришельцы не в состоянии. Они умеют только врезаться в них на полном ходу. Если обломок валится в случайное место планеты, на которой города занимают долю процента от всей поверхности, можно даже не сомневаться, что он угадает аккурат в какой-нибудь мегаполис. Большой Будда, от которого до Гонконга километров 15, в этом фильме расселся в двух шагах от города. Объекты направились к нам из планетной системы звезды Глизы. Авторы фильма не знают, что до Глизы 20 световых лет. Мало того, что приглашающий сигнал от людей прилетел бы туда только в 2026. Как сами инопланетяне так быстро сюда добрались? Они умеют перемещаться со сверхсветовой скоростью? А почему тогда нам показывают, как они просто плывут в космосе, беспорядочно кувыркаясь? Да они в таком режиме приползли бы к нам веки так в 35-м. От удара, а какой-то там спутник корабли пополам разрывает. От в тысячу раз более разрушительного удара об воду на них не остается ни вмятины. При падении корабль врезался в один небоскреб. В новостях их уже полдесятка. Если на воде плавает неизвестная угрожающая хрень, проверять, что это такое, мы отправим командира артиллерийской части. Больше некого. Алекс стоит у одного борта, на виде в бинокль у противоположного. Пришельцы активируют защитное поле только после того, как их потрогают ручкой. Прекрасно видя преграду, пилот доблестно мчится в нее, никак не пытаясь свернуть. Клише, когда надо сваливать, мотор заводится только с 25-го раза. Только что Алекс был без кепки. Бац, и она уже на месте. Вода должна была стечь с кораблей в течение нескольких секунд. Но она почему-то хлещет с них сотнями литров, не переставая, будто ее туда насосами подают. Закрывая уши, этот парень забыл, что они у него под каской. Бинокль пропадает из руки лежащего Стоуна. Через секунду возвращается обратно. На Сэмпсоне стекла вылетели, на точно таком же соседнем корабле остались невредимыми. Как и мы, пришельцы красят хороших зелененьким, а опасных красненьким. Вместо того, чтобы летать, инопланетные аппараты предпочитают перемещаться по воде, изредка подпрыгивая, как лягушки. Супер продвинутые пришельцы кидаются в противника снарядами так, будто запустили их из обычной катапульты. Даже уворачиваться можно. Хора стреляет прямо в корабль. Через секунду уже куда-то в сторону. И зачем она вообще это делает? У нее нет ощущения глупости происходящего. Еще бы плюнула и обматерила. Пробойна на палубе с одной стороны от пушки, через минуту почему-то уже совсем с другой. Сэмпсон при обстреле направлен точно носом к противнику, но снаряды прилетают в него откуда-то сбоку. Командиры с торпом убиты. Что? Убиты. Командиры с торпом во время боя всегда находятся в разных местах корабля, именно за тем, чтобы обоих разом не убило. Кто следующий по рангу? Вы? Да нифига. Следующий по рангу главный инженер, а никак не командир артиллеристов. Мы идем к ним. Будем атаковать. А атаковать прямо сейчас, не идя к ним, мы никак не можем. Хотел бы я знать, по какой такой причине пришельцы, затеявшие истребить все живое, не трогают всех, кто в них не целится. Пацифисты, что ли? У нас торпил радиосвязь. Сказал чувак, используя радиосвязь. Бешеные колобки наметили мишенями ангары, но разнесли почему-то только вертолеты. По доброй голливудской традиции, высокоразвитая раса, освоившая межзвездные перелеты, настолько тупая, что даже не думает истребить врагов просто для профилактики. Конечно, пусть плавают у нас под боком и втихаря мочат нас ракетами, мы не против. У нас даже прямо на глазах можно воровать приблуды для направления удара по нам же. Только глазами похлопаем. Так что вам немедленно следует спуститься с этой горы. Ладно, девушку бросили на опасной горе, но неужели вы не заметили, что перед вами безногий инвалид? На трех машинах едут и не отправить одну обратно, чтобы вывести людей из опасного места? Сэр, вы нужны нам. Я не могу. Если не вы, то кто сможет? Этот воинственный олух своим долбанутым командованием только что практически погубил японский корабль. А теперь на него вся надежда? Да, Алекс последний, кто тут вообще должен быть командиром? Даже этот визгливый паникер лучше справится. Похоже на подлёте к острову, один из их транспортников потерпел крушение. Там повсюду обломки. Продвинутые гуманоиды не только на планету нормально сесть не могут. Они даже над поверхностью летать не умеют, без того, чтобы не раздолбаться на первом повороте. Какие-то вселенские лузеры. Томас и Поттер вытащили его из воды кошками. Он что, плавал в воде во всём этом металлоломе? Да под ними, блин, ступеньки прогибаются. Перед нами живой и злобный пришелец? Нафиг его связывать, пусть так лежит, а вось оклемается и схватит за физиономию. В чокнутую логику завоевателей входит бессмысленная передача врагам сведений о своих кровожадных планах, чтоб те дрались бодрее. Когда этот инопланетянин плавал в воде после крушения, его не особо торопились спасать, зато теперь пожаловали. Наверное, обед закончился. Единственная причина, по которой пришельцы оставили на корабле диверсанта, чтобы герои могли находчиво с ним расправиться. Потому что для вывода из строя корабля, намного проще было элементарно потопить его одним залпом. Газотурбинные двигатели на таких кораблях всегда находятся в кожухах. Монстры настолько сильны, что вышибают железные двери и со второстепенными персонажами расправляются за пару секунд. Но как только дело доходит до главных, как тут же начинают аккуратно бросать их, не ломая ни единой косточки, медленно надвигаться с угрожающим видом и вообще демонстрировать все мыслимые грани галактического слабоумия. Ударов пришельцев железные джипы не выдерживают, зато Алекс после них поднимается даже без синяка. Нужно скорее спускаться отсюда. Ключи от машины у копа на поясе. Откуда ты знаешь, у какого копа и в каком месте находятся ключи? У нас тут вторжение инопланетных чудищ в скафандрах, так что мы будем яростно целиться в какого-то перепуганного очкарика, мало ли тоже с Альфы Центавра. О чёрт, это что, киборг? Почему в блокбастерах все поголовно должны быть идиотами? Чтобы зрители ощутили себя гениями, Запада весь утыкан какой-то соломой, которой не было всего секунду назад. По сообщениям, китайцы твёрдо убеждены, что на Гонконг упал своего рода коммуникационный корабль. Китайцы так хорошо разбираются в инопланетной технике, что могут сходу определить назначение корабля, искорёженный кусок которого рухнул им на головы. Похоже, главной задачей наших визитёров является установление каналов связи с домом. Это они тебе рассказали по секрету? Наш узел связи на Гавайях в состоянии отправлять сообщения в глубокий космос через спутник-ретранслятор. Я думаю, поэтому они и накрыли колпаком все Гавайи. Пришельцы так удачно рухнули на нашу планету, что подходящее оборудование для послания сигнала своим обнаружилось прямо под боком. Интересно, как бы они выкрутились, свалившись в середине Гондураса. И если командование знает, что пришельцы вот-вот используют спутник для отправки сигнала, что им мешает сбить его прямо сейчас? Вот я и думаю, что эти тоже не выносят солнца. С чего это они не выносят солнца, если прилетели с планеты, на которой такие же условия? Мне кажется, они нас тоже не видят. Почему? Потому что мы ещё живы. Пришельцы не атакуют даже корабли, которые прямо у них перед носом. Главное, пушки на них не направлять. Сейчас-то ты с чего взял, что они бы вас уничтожили, если бы знали, где вы находитесь? Мой способ намного проще. Мы им уже 20 лет американские корабли отслеживаем. Изменение объёма вытесненной воды через буи оповещения. Во-первых, управление океанических исследований вместе с буями принадлежит США. Во-вторых, буи отмечают повышение уровня воды, а никакое не вытеснение. А в-третьих, их размещение на эту схему даже близко не похоже. Дружище, ты бы хоть пригнулся для приличия, тебе же видно, как жука на тарелке. У ракет «Томагавка» автономная система самонаведения. Разве они не должны были попасть ещё с первого раза? По-моему, дурацкая затея. Вот и я о том же подумал, когда по этой настольной игре кино затеяли. Ещё бы Тетрис экранизировали. Мы так и не узнали, откуда отставной сухопутный вояка знает частоту связи военного корабля. Судя по скорости передвижения, инопланетная каракатица должна была настигнуть эсминец ещё до того, как он успел бы сдвинуться с места. А он с какого-то перепугу даже до острова первым добрался. Наверное, турбонаддув. Очень удачно, что в космическом корабле стёкла вылетают, как простые оконные. Никаких систем самонаведения у врага не имеется. Целились исключительно на глазок. Ты сказал, что спутник подойдёт через три часа? Сейчас что, 5.43 утра? На Гавайях солнце в это время ещё из-за горизонта не встало, а тут уже светло, как днём. Инопланетная техника присобачивается к земной безо всяких проблем с совместимостью. Давно сидящие в лодках герои почему-то настолько мокрые, будто на каждого секунду назад вылили по ведру. По-человечески автомат было не отодвинуть, обязательно надо бардак развести. С фантастической расконсервацией Миссури никакие пришельцы даже рядом не валялись. Мало того, что дедули с героями за 2 секунды растопили котлы, которые надо раскочегаривать как минимум полсуток, да ещё и сделали это при гарантированном отсутствии топлива, мало того, что нарыли боевые заряды, которых там уж 20 лет как нет ни одного, этот линкор в принципе не способен двигаться и воевать по причине кучи демонтированных систем и заглушенных стволов. На этом фоне даже как-то неудобно вспоминать, что для показанных манёвров со стрельбой ему необходимо как минимум полтысячи тренированных моряков, а не два десятка дедушек, которым тяжело ходить без палочки. Пенсионер, отодвигающий трап, в следующем кадре начисто пропадает. Совершенно случайно все цепи отпилились в одну и ту же секунду. По эсминцу пришельцы выпускают десятки зарядов, по гигантскому линкору почему-то всего лишь 3 штуки, хотя нет, уже 4. В сцене с моментальным разворотом линкора весом 45 тысяч тонн физику спалили синим пламенем. На Миссуре якорь не отстёгивается. Снаряд весит почти полтонны. Какие полтонны? Минимум вдвое больше. Впрочем и 500 кг вы бы таким макаром не тащили, это вам не мешок цемента. База кишмя кишит пришельцами, но с героями отправляют драться только одного. Да и того хилый интеллигент может свалить чемоданом. Ну какой же блокбастер до безэпичного спасения в последнюю секунду? У всех инопланетян технологии устроены так, что при ударе по центру обязательно взрывается всё остальное. Враги уничтожены, все счастливы и никто не вспоминает о том, что пришельцам ничего не мешает прилететь на Землю ещё раз. Ох, поцелует кто-то сегодня медуза в задницу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...